Якутия прошла длинный и тернистый путь становления и развития государственности. Одной из их важнейших век на этом пути стало создание Института Высшего Должностного Лица. Сегодня состоялось торжественное мероприятие празднования 25-летия Высшего Должностного Института Якутии. Подробнее в следующем материале. В октябре 90-го года в республике учрежден пост президента. Состоялись выборы. 20 декабря 1991 года первым президентом республики был избран Михаил Николаев. Эти годы были очень ответственными в силу различных обстоятельств, в том числе развала Советского Союза, в том числе формирование новой федеративной российской государственности, в которых Михаил Ефимович имел свою очень четкую позицию как государственник, как патриот России. За четверть века на этом посту работали три государственных деятеля. В 2002 году президентом Якутии был избран Вячеслав Штуров. В 2010 году органы власти Якутии возглавил Егор Борисов. За это время в Якутии сохраняется преемственность целей, направленных на созидание и развитие. «Приемственность наша и компетентность наша. Все соседние республики и области края завидуют. Говорят, они вместе работали, и поэтому у них хорошо получается. Вот сейчас среди 85 субъектов нашей республики в числе 10 самых, как сказать, экономически и финансово более бодро чувствующие». «Для нашего поколения, в котором сегодня живем, текущая жизнь, это очень важное мероприятие для того, чтобы не только оставить след, но понять значимость этих событий, понять значимость государственности, а значит, как Егор Афанасьев отмечает, ответственности каждого из нас за свою судьбу, за судьбу своей Родины. Весь месте слагаемое, каждой семьи, каждого работника, каждого, кто что-то делает в этой жизни. Это наше сегодняшнее, и это залог того, что будет в будущем». Высшее должностное лицо, помимо того, что возглавляет регион, представляет субъект во всех его внешних отношениях. «С федеральным центром, другими регионами, местным самоуправлением, а также за рубежом». «25 лет назад у нас не было ни герба в виде нашей могучей лошади со всадником, ни флага вот такого, который сегодня развивается по всем странам мира, и мы гордимся, когда наш масс-рестлинг уже скоро будет олимпийским видом. Это все результаты президентского правления. Дело, личность человека, она заставляет всех оглядеться вокруг. И ему доверить нужно, потому что в соответствии с законом о президенте, Конституцией он наш гарант. И кем бы ты ни был, в далеком селении или в городе, шахтер, доярк и так далее, ты постоянно думаешь, а будут ли выполнены те законы, которые приняты? А куда обращаться? К гаранту. Вот это и есть институт нашей власти. И поэтому эти три человека сегодня олицетворяют, я бы сказал, уверенность. Уверенность. За эти годы проделана огромная работа, результатом которой является наше сегодняшнее благосостояние. Умение радоваться жизни, идти вперед и с уверенностью встречать будущее. Александра Хлопкова, Владимир Попов, НВК САХА, Якутск.